Посмотрите, дорогие друзья, как здесь переменчива погода. В Запорожской области было сухо, было тепло. Передавали гуманитарную помощь ребятам 126-й крымской бригады. Сейчас подъезжаем к Донецку, а здесь снег, здесь грязь. Конечно, видите, какой разный перепад погоды. Вот, пожалуйста. Еленовка, вот здесь вот, в России, это, наверное, здесь как раз тогда, помните, украинская армия обстреляла своих военнопленных из Мариуполя, Азубцев. Вот это Еленовка. Смотрите, какая романтика, какие прекрасные дороги, снежные деревни заснеженные, грязь. Фронтовые, да, красота, фронтовые эти дороги. Из всех дорог, которыми мы ездим, вот это самое мое нелюбимое между Авдеевкой и Ясиноватой, вот такие вот дороги. Ползешь, 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 ползешь по ним, все колеса можно оставить. Ползешь, волонтерский спецназ русскоформатный. Вот, слышите, артиллерия работает. А мы от артиллеристов привезем для Ангелиночки плетневой гильзы, чтобы она на них нарисовала красивые рисунки, патриотические, хорошие. Ангелиночка дорогая, вот она гильза. Будем стараться привезти. Да, будем стараться привезти. Да. 20-й год выпуска, смотрите. Вот эта вот дорога очень простреливаемая. Очень простреливаемая. И посмотрите, через каждые метров 200, наверное, 300 стоят ребята. И нас охраняют. Везде ставят станции РЭП, которые глушат сигналы птиц. Поэтому нам сказали, предложили, ребята, можете туда подъехать артиллеристом. Но там прилетают, еще какие-то птицы прилетают. А чтобы мы могли взять гильзы, вот и туда лучше проехать. В ту сторону, там возьмите. Вот так вот. Ну, а другого варианта нет. Это единственная дорога из Луганска в Донецк. Единственная. И вот, видите, зубы дракона здесь, все, ну, по-другому туда не попасть. Хоть опасно, рискуем. Но что делать? Спасибо нашим воинам, что вот оберегают. До этого такого не было, даже по ним тут были прилеты. Это вот сейчас мы видим, какая концентрация, и все стоят с станциями РЭП. А вот и наш автобус, который ночевал тут. Как вы видите, его слегка засыпало. Да, сейчас надо проверить, ничего ли под ним нам не приклеили. Потому что волонтеров подрывают, как мы с вами знали. Вот сейчас надо будет под ним все проверить. Представляете, в Бердянске главное, сухо, погода теплая такая. Вот, в рискуртах стояли. В Донецкой области вот и пальцы вам сейчас. Смотрите, пожалуйста. Вроде ничего нет. Можно пробовать заводить. Продолжение следует...